Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Общественный интерес». И сегодня мы попробуем поговорить о том, как изменилась наша жизнь спустя год. Год бок о бок с ковидом. А конкретнее поговорим о последствиях периода жесткой самоизоляции в апреле-майе прошлого года для бизнеса вообще и сферы ритейла и общепита в частности. Да, кстати, не так давно в сети получилось широкое распространение видео о том, как владельцы одного из кафе в центре Махачкалы пытаются отстоять свои права и свое заведение в споре с владельцами помещения, которые, по мнению первых, выдвигают невыполнимые требования, нарушают договоренности и в целом делают попытку таким образом рейдерского захвата успешного и уже популярного заведения. Это частный кейс, но в целом история взаимоотношений арендодателей и арендаторов в коммерческой недвижимости стала крайне острой именно в тот самый период самоизоляции, год назад, когда бизнесу вдруг и совсем стало нечем платить за аренду. Ну, поэтому мы и решили поговорить на эту тему, подвести, скажем так, итоги этого непростого для предпринимателей периода, поговорить о том, как они решали свои проблемы, темы, что особенно важно, сложности и последствия, скажем так, локдауна. Наша тема сегодня так и звучит – выживший бизнес до и после пандемии. И с первым вопросом мне бы хотелось, конечно же, обратиться к представителю бизнеса. У нас в гостях руководитель компании «Тугис» Малик Салимханов. Малик, скажите, пожалуйста, для вашего бизнеса какая была основная, скажем так, тяжба, да, и удалось ли преодолеть? Добрый вечер. Малик Салимханов, компания «Тугис». Значит, если сейчас, обернувшись назад, посмотреть, что было во время пандемии и что сейчас, то с большой уверенностью скажу, что мы эту пандемию преодолели. Для нас задача номер один стояла – сохранить наш коллектив, тот большой коллектив, который мы набирали в течение пяти лет, в которых мы присутствуем в Дагестане, мы его набирали, и задача номер один – его сохранить. Мы с задачей справились, уверенно. Немножечко, как бы, да, воспоминания, в конце концов, мы вроде пытаемся подвести итог. Я лично, и не только я, многие пользователи «Тугис», скажем так, извлекали пользу в тот период, чтобы получать информацию от других пользователей «Тугиса», которые там оставляли, как говорится, информацию, что вот на этом участке есть, как говорится, блокпост, или на том участке, когда у нас весь город перекрывался сотрудниками ГИБДД и прочих подразделений полиции. Но вдруг, внезапно, в какой-то момент, все эти сообщения, оповещения, помните, да, вдруг они пропали. Вы можете как-то прокомментировать это? Это поступила от МВД какая-то, значит, заявочка, да, ребят, не палите нас, или что это было? Нет, 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 на самом деле мы как-то независимы от всех регулирующих органов, поэтому, скорее всего, это был какой-то баг, ошибочка. Ну, давайте я тоже так буду. Они бывают, да. Но это просто было очень удобно. Вам спасибо за тот период, вы нам помогали. У нас в студии уполномоченный по правам предпринимателей Республики Дагестан, Мурат Долгатов. Добрый вечер. Добрый вечер. Вам ли не знать, да, с какими проблемами столкнулся бизнес? Расскажите об основных. С теми проблемами, с которыми сталкивался бизнес, наверное, самая сложная проблема была, это именно локдаун, то, что закрыты были практически все формы бизнеса, кроме продуктов питания и каких-то первостепенных предоставленных услуг. Аптеки, медицинские центры. То есть то, что было необходимо. В это сложное время, конечно, вот мы совместно с бизнесом, с сотрудниками Министерства внутренних дел проводили большую совместную работу, чтобы разрешить передвижение предпринимателей, которые имели право в тот момент работать. Это касается тех, кто занимались доставкой продуктов питания, доставка лекарственных препаратов. К сожалению, они сталкивались с проблемой, потому что организовывались пробки, ввиду того, что у нас, мы дагестанцы, очень активны, несмотря на то, что есть запреты, мы не можем работать, но посещать друг друга, передвигаться, все считали это возможным. В связи с этим создавались огромные пробки на въезде в город, мы выезжали прям на каждый пост, реагировали на каждое обращение и постарались эту проблему снять. Так как в тот момент не было определенного образца разрешений, по которым можно было бы ездить, хотя предложения такие в штабы были направлены нами совместно с предпринимателями, но проблема существовала. Также была проблема у предпринимателей по открытию, после введения ограничений, ограничения начали сниматься. То есть определенным видом деятельности было разрешено работать, и для того, чтобы бизнес имел возможность осуществлять свою деятельность, необходимо изначально было получить разрешение Роспотребнадзора и предоставить определенные документы. Проблем было очень много, с которыми сталкивались ежедневно, но, скажем так, это позволило нам, во-первых, коммуникации выстроить и с предпринимателями, и с органами исполнительной власти, особенно с Министерством внутренних делал Роспотребнадзором. И как бы ни было сложно, но я считаю, что по возникновению сигналов и проблем, эти проблемы снимались. Может быть, не сразу, но проблемы снимались. Это было год назад. Ну, плюс-минус. Но сейчас ситуация несколько странная. С точки зрения, опять же, предпринимателей, если кто-то со мной не согласен, дорогие друзья, коллеги, можете меня поправить. Многие уже переболели. Кто-то уже, к счастью, вакцинировался. Но по сей день действуют такие формальные и достаточно странные требования по масочному режиму. В какой-то период даже ходили участковые прям по офисам, заходили непосредственно в учреждения, снимали на видео, выписывали штрафы. А на юрлица штрафы, извините, бывают очень серьезные. В связи с этим к вам поступали жалобы или какие-то просьбы, предложения от делового сообщества или конкретных предприятий, чтобы как-то этот вопрос урегулировать. Потому что, друзья мои, если надо, мы справки все предоставим. Оставьте нас спокойнее. Приходите к нам и не штрафуйте. Мы здесь никого не заражаем. Смотрите, вопрос, то, что касается жизни и здоровья граждан, это, наверное, самый важный вопрос. И мы с вами не специалисты, мы не врачи. И нам сложно говорить, что помогает, что нет. То, что касается масок, я вас вам уверенно говорю, потому что у меня в семье врачи. И в этот период этой пандемии многие из нас потеряли своих близких родственников. Да, совершенно верно. К сожалению. И потеряли здоровых, прекрасных людей, которые абсолютно не было никаких симптомов того, что они могли заболеть просто, как обычно мы говорим, гриппом. Предприниматели обращаются к нам, обращались в части и по наложению штрафов. Конечно. В частности, сотрудники полиции, то, что приходили. Реагировали на это тоже и встречались с сотрудниками полиции, и по телефону, и на места выезжали. Вопросы, ну, скажем так, в процессе общения вопросы снимались. Снимались вопросы, это значит, штрафы не выплачивались. Смотри, вопрос по штрафу, если изначально, конечно, правоохранительные органы должны предупредить. Но когда, как говорят правоохранители, когда приходят в ту или иную организацию и предупреждают, так как масочный режим же он не снят, то есть тот указ главы республики 20-го года он действует. Давайте объективно скажем, мы все с вами потребители, мы заходим в продовольственные магазины. Кто из вас в маске заходит в продовольственные магазины? Никто. Я захожу. Вы фактически за меня формулируете тот вопрос, который у меня напрашивается. Так заставлять всех сотрудников магазина, на кассе, везде эти маски носить? Еще неизвестно, они их меняют регулярно, как это положено. Это даже хуже для здоровья, потому что у них не идет нормальная, как говорится, полноценная вентиляция. Согласен с вами абсолютно, что маску надо менять каждые два часа. А если уж носить, то носить всем. Каждые два часа. И, наверное, опыт Европы, который мы сейчас в СМИ слышим, что там уже третья волна. И последствия не очень хорошие. Я призываю и граждан, и предприниматели быть ответственными, прежде всего, к окружающим, к своим родным, близким. И необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Вот здесь представитель Роспотребнадзора уже ушел, видимо. Но я вам говорю, это большая просьба требовать рекомендациям. Понятно, что ограничения, которые сегодня есть, вот ограничения по 23 часам, то, что было по предприятиям общепита, мы никак не могли понять вместе с предпринимателем все-таки до 23 можно, после 23 нельзя. Ну, ковид просто активнее становится. Да. Ну, вот, слава богу, это ограничение сняли, да. Мы попали в эту ситуацию, самый локдаун, когда мы получили разрешение от Роспотребнадзора, значит, к нам пришла проверка, ну, из-за нарушения, признание там, малейшего нарушения, нам выписали огромный штраф. На тот момент, я и говорил, задача сохранить людей, и еще это штраф, это была демотивация сильнейшая. Конечно. И мы обратились, ну, в первую очередь, в защиту правопредпринимателя, Мураду Алгатовичу, за что ему огромное спасибо, вот, назначил специалиста, закрепил за нами, и мы вместе с этим специалистом решили нашу задачу. Поверьте, штраф там, серьезный, там, 200 тысяч, для нас это большие деньги. Я знаю, на юрлицо так и приходит. Вот, и вы вопрос задали, как бы решился вопрос, на самом деле, документы ушли, там, сказали нам, в суд ушел документ, но вот специалист добился того, чтобы, ну, дальше как-то не пошло, не знаю, на чем-то остановилось. Я понял, да, да. Суд принял законное решение. Суд принял законное решение. Самый справедливый советский суд. Да, здравствуй. Друзья мои, тут есть все-таки специфическая история, согласитесь? Ну, вот рядом с вами или вот здесь сидят представители как минимум общеприимента или ритейла. Ну, окей, Джамиля, да, Мелеса, хорошо. Я вот скажу по поводу выхода, наверное, из пандемии, да, и вот когда разрешали уже, и мы обратились к Мураду Алгатовичу, кстати, тоже, что быстро было отреагировано, и потому что было нормативно правовых актов настолько много, что предприниматели не знали, как же правильно выходить из пандемии. А еще менялись регулярно. Да, и они еще менялись. И было предложено создать ролики, социальные ролики, в котором предпринимателю рекомендовалось о том, как правильно выйти из пандемии, как нужно там оформить рабочее место, как нужно... Потом возникла история такая, что после пандемии у предпринимателей нет денег, а тут расходы на средства защиты, они там 50 тысячи. И тоже Мураду Алгатовичу найдет, мы собирались у Васильева Владимира Абдуалеевича, и мы говорили о том, что это дорого, и предложили, государство предложило предпринимателям субсидию на возмещение затрат. Я понял. Это все хорошо, когда речь идет о каких-то органах, фискальных, контролирующих и так далее. А что, если возникла проблема с арендодателем, который не прощает тебе эти месяцы, апрель-май, и говорит, плати аренду. А у многих именно из-за этого проблемы. Можно на это тоже сказать? Да, а вы это тоже вопрос решили? Смотрите, вот у нас дагестанские предприниматели, их многие хотят видеть в плохом виде. Но я вам скажу, дагестанские предприниматели, это, наверное, тот человек, который, если говорить, скажем так, об одном лице, который, прежде всего, это человек с большой гражданской ответственностью. И в период пандемии мы все с вами очевидцы того, что дагестанские предприниматели принимали самую непосредственную участие в том, чтобы, допустим, помогали малообеспеченным людям продуктами питания. Было? Это было масштабно. Всевозможные были формы доставки. Лекарственными препаратами. Я знаю, что многие предприниматели приобретали лекарственные препараты, направляли в себе районы, в горы, раздавали здесь среди сотрудников для того, чтобы обеспечить какую-то защиту. Это все было. Дагестанские предприниматели, я знаю многих, которые полностью освободили от арендной платы тех арендодателей, которые были у них. Это тоже есть. Но есть и случаи, когда требовали арендную плату в период закрытия. Я не хочу вас расстраивать, на самом деле больше было тех, которые требовали. И как минимум есть у меня клиенты, я не буду их называть, целые представители федеральных франшиз, ритейлов, они просто переместились в другой, как говорится, адрес. Потому что им в наглую сказали, плати, ты в центре города, я ничего не знаю, пандемия это там, а здесь платили. Ну, а я знаю больше случаев тех, которые, значит, больше предпринимателей тех, которые просто-напросто не только освободили, но еще и последующие месяцы давали скид. А изменение налогооблагаемой базы на нестационарные торговые объекты именно после пандемии, именно в этот кризисный момент, где пришлось вовлекать в нашу общественную палату всех действующих лиц этой ситуации и изменить эту налогооблагаемую базу. Но затем случился другой неприятный инцидент. Хозяин рынка стал выдворять этих предпринимателей, раз цену вы поменяли. То есть были обратные ситуации тоже, Мурат Долгатович. Очень неприличные. Нет, вы то, что говорите по НТО, это решение было принято городом летом прошлого года и которое славно город отменил благодаря общественности, благодаря прокуратуре, в первую очередь нашей, которая протестовала это решение. А то, о чем вы говорите, я, честно говоря, не понимаю. Да, они приходили с жалобой, приходили к нам в общественную палату. Мы содействовали этот вопрос, решали. В общем, вопрос решился положительно, но все-таки был очень неприятный инцидент. У нас в гостях Зульгимар Ричинская, председатель Дагестанского оригинального отделения опоры России. Да, огромное количество предпринимателей наши не смогли получить государственную помощь, ту помощь, которую получали легальные предприниматели. Достаточно в начале все, буквально, ковид для всех был неожиданностью и растеряли все буквально бизнес, власть, исполнительная власть. Это как гром, неожиданно совершенно. Но затем правительство буквально с первых дней же Российской Федерации организовало комиссию по защите предпринимателей и максимально принимались меры точечно для поддержки предпринимателей. Вся политика была направлена именно на защиту бизнеса, чтобы бизнес как-нибудь сохранить рабочие места, сохранить бизнес. И, конечно, с учетом того, что, по нашим данным, у нас более половины бизнеса нелегального, они никаким образом не смогли получить эту помощь. Очень много было видов бизнеса, которые получили многие, такую весомую поддержку получили. Но с учетом того, что если сравнить, какой ущерб и урон нанес ковид бизнесу, это, конечно, несопоставимая помощь, куда было более. То есть не только люди, предприниматели болели ковидом, заболел весь бизнес, причем с тяжелейшими последствиями, от которых сейчас тоже мы никак не можем оправиться. Плюс и арендный, вот который вы говорите, бизнес тоже, я хочу вам сказать, что подняли. Сегодня поднимается арендный бизнес, независимо от того, что есть торговля, нет торговли, что упал сильно покупательский спрос, и не только, потому что нет возможности тех, которые были до ковида, у людей приобрести товары. И единственное, что если какие-нибудь есть плюсы у этого ковида, наверное, это то, что получился сильный скачок и рывок, я бы сказала, даже прорыв, это онлайн-торговля. И, конечно, предприниматели, которые занимались аптечной, то есть сетью аптеки и онлайн-доставка, там онлайн-торговля, блогерство, вот они все, конечно, получили не просто так развитие. По аренде, значит, многие, это столицы, такие как Москва, Санкт-Петербург и других городах, за то, что арендодатели не поняли проблемы, не вниклись в проблемы предпринимателей, они поднимали, на самом деле, аренду. Эта проблема была, и многие, причем даже в центре Москвы, точки, магазины, где испокон веков торговали, они закрыты до сих пор. Такая же картина, вы увидите, в Махачкале очень везде написано «сдается, сдается в аренду», и мне бы хотелось бы, конечно, я сама тоже, у меня и арендный бизнес, я ни копейки не подняла, пошла на уступки. И люди, которые имеют этот арендный бизнес, с пониманием отнеслись к тому, что не просто зарабатываются деньги, сегодня тем более оффлайну, это адским трудом. Ну, вам спасибо, что вы пошли навстречу, и, как говорится, к сожалению, не все последовали вашему примеру. Но вернемся немножко назад по поводу того, что государственную поддержку все-таки получали те, кто находится не в серой зоне, а серая у нас большая часть бизнеса. То есть мы, если будем исходить из реалий, случился ковид, пандемия, локдаун, как угодно называем, это, в принципе, риски социального характера. Потому что какой бы серый бизнес ни был, но он кормит людей, он обеспечивает определенный сектор какой-никакой на экономике. В любом случае, люди, которые принимали решения, они должны были исходить не из того, что, а, ну это он серый бизнес, значит, он не существует. Он существует, за ним конкретные люди стоят. Были ли какие-то попытки или инструменты помочь тем, кто не мог документально что-то подтвердить или обосновать, в том числе, исходя из налогов, деклараций и так далее, и так далее. – А как только если вы тести? – Нет, конечно. – Вопрос встречный, Амурат Долготович, а как вы считаете, насколько справедливо, что бизнес один не зарегистрирован, не платит налоги, а другой платит такой же, рядом два магазина, вот давайте сравним. Один платит налоги, поддерживает социальную социальную составляющую, социальную составляющую. Нет, ему надо быть в стене. – Уже поздно, уже ковид на дворе. – Если отвечать на ваш вопрос, я с вами согласен с тем, что серый бизнес, он тоже есть в каждой стране мира. – Нужен? – И он во многих случаях, может быть, наверное, и нужен где-то. Но то, что творится у нас, конечно, это перебор. И государство не может помогать серому бизнесу, которого государство не видит. Государство видит только белый бизнес. Я понимаю трудовые отношения, про которые вы говорите, понимаю про занятость. Мы это все многократно обсуждали, многократно говорили. Именно по бизнесу сложно оплатить отчисления в небюджетные фонды. Платить заработную плату еще возможно показать, белую, но когда от этой заработной платы необходимо оплачивать подоходный налог, отчисления в небюджетные фонды получается накладно. И бизнес не заинтересован с тем, чтобы показывать реальные зарплаты и набирать, то есть заключать трудовые отношения. Пандемия показала, что поддержку могут получить только лишь зарегистрированные предприниматели и зарегистрированные сотрудники. Другого нет. – Извините, что перебью, я понимаю все это. Но случилась беда, понимаете? И наверху дядечки, которые живут за наши налоги, они должны принимать решения не исходя из бумажечной формальности, а из фактической необходимости. Так получилось, что в Дагестане фактически сложилась преимущественно серая зона бизнеса. И когда наверху кто-то принимает решение, он должен исходить, так, белый есть, серого нет, серый до свидания, а как до свидания, там люди живые. – Регистрируйтесь безработными. – Потому что меры, которые принимаются, они по сей день абсолютно формальные. То есть когда людей заставляют маску надевать, а к ним в магазин заходят покупатели без масок, да какой толк в этих масках, что вы их мучаете? – Магомед, незнание закона не освобождает от наказания. – Ну окей. – То есть если ты занимался бизнесом нелегально, то пандемия никогда лучше показала, что именно белый бизнес получил все меры поддержки и оплату труда работников, и на детсредства после, да, уже когда из самоизоляции вышли. То есть мы видим, что нужно обеляться всему бизнесу. И доказывать здесь о том, что надо по любому серому бизнесу помогать, это неправильно, то есть это нарушение закона. Потому что, как сказал Мурай Долгатович, государство не видит этих предпринимателей, они не платят налоги, не регистрируют работников, то есть их нет фактически. – А как им помогать? Это даже незаконно помогать им в такой ситуации? Хотя чисто с человеческой точки зрения я с тобой абсолютно согласна. Все люди, мы всем помогали во время пандемии. Те же предприниматели и серые, и белые, все вместе сплотившись, мы вышли из этой ситуации живыми и невредимыми. – С сожалению, не все. – Да, но вот здесь уже социальные моменты не работают. Спасибо. – Представляю консалтинговую компанию «Финанс Проект», занимающуюся сопровождением бизнес-проектов. И, в принципе, по поводу господдержки. Наверное, неправильно будет не сказать, что, конечно, большую поддержку бизнес получил в виде снижения налоговых ставок на 2020 и даже пролонгировали на 2021 год. Но что касается кредитов на зарплату, это была такая странная мера, потому что мало того, что надо было быть официально зарегистрированным предпринимателем, так для получения этого кредита по льготной ставке надо было иметь еще зарплатный проект, которому должно было быть не меньше года. Но если учитывать, что микро и малый бизнес – это такая система, постоянно обновляющаяся, то, скажем так, что, наверное, единицы во всей республике предпринимателей и юридических лиц, которые смогли получить. Допустим, мы сопровождаем один проект, у которого официально работает 36 человек. На самом деле предприниматель получил кредит на зарплату, сохранил 100% штата и сейчас этот кредит ей списали. То есть сейчас уже ей предлагает Сбербанк как ответственному кредитоплательщику, потребителю, кредит, скажем так, подъемный кредит на оборотные средства, который можно опустить уже не просто на зарплату, то есть если тот кредит был целевой, то на развитие бизнеса. Но опять-таки давайте скажем о том, что если даже у нас в предпринимательской сфере, если это какой-то крупный бизнес, если поднять их документацию кадровую, то официально будет работать 5 человек, а по факту будет работать 50. И как наше государство, как тот же самый банк должен увидеть тех, кому надо выплатить эту зарплату? То есть, ну, да, можно сказать, что господдержки, кроме налоговых льгот, кроме тех субсидий, которые на региональном уровне при участии Мурада Долгатовича давали предпринимателям на, скажем так, создание условий для безопасной деятельности при выходе из пандемии, то, ну, по сути, господдержки-то, можно сказать, и не было. Можно я здесь подсудить насчет господдержки? По нулевой ставке республиканские же кредиты были. Через Даглизингфонд по нулевой ставке без наличия зарплатного проекта можно было получить по нулевой. Вы же знаете, лучше меня, что мало кто мог вообще по критериям получить. Даглизингфонд, Даглизингфонд, это возможность была. Просто она, к сожалению, предприниматели, как сказать, не верили и поздно шли туда. Но в конечном итоге до конца года более 300 миллионов рублей по антикризисным мерам Даглизингфонда, это деньги республики, они были розданы. Да, Даглизингфонд, он, в принципе, периодически... А со Сбером согласен с вами абсолютно. Зарплатный проект, потом 2-процентный кредит на возобновление деятельности, сейчас 3-процентный, но с условием того, что 2-процентный получали. Этих моментов много, которые... Они по сей день даже звонят и предлагают вот эти кредиты на зарплату. Банки по сей день звонят и предлагают. Не знаю насчет того, что по сей день звонят. Эти меры... Мне звонили недавно. Ну, вы к вам звонили как к предпринимателю. Да, конечно. Эта мера, она завершена. Нулевой процент, под нулевой процент, то, что по федеральным правительствам было принято решение, это субсидировалось банком. Этой меры нет. Я, например, как предприниматель, который плачу налоги, вот здесь, которые сидят все официально, вот я против, чтобы поддерживали нелегальный бизнес. Я тоже плачу налоги, но я за то, чтобы поддержать. Это люди. Я объясню. Нам приходится снижать свои цены. И тут ему тоже помогают. Но, извините, это мои налоги уходят на зарплату чиновникам. Окей, для вас ковид стал эволюционной издержкой для тех, кто не прошел этот этап. Нет, для нас, для многих, ковид стал проблемой вообще для всех. Это понятное дело. И что касается по поводу аренды. Аналогичная ситуация у меня была 4 года назад. Аналогичная ситуация, как была сейчас. Но вопрос в том, что, наверное, не ковид виноват в ситуации с выселением, с арендой местом, а виновата ситуация с неправильным формированием договора аренды. У вас был неправильный договор? Вопрос в том, что судебный процесс, он все-таки, он защищал предпринимателей. Да, мы не все учли в договоре аренды. И большинство предпринимателей, которые снимают помещение аренды, наверное, это проблема всей республики сегодня. У арендодателей нет права собственности документов, а арендатор не регистрирует договора и вообще не обращает внимания на правильность формирования договора. Радик Амалович, насколько увеличилось количество самозанятых в Дагестане, ну и в продолжении тему? Что касается мер государственной поддержки, одно из мер, можно осматривать и введение у нас в республике с 1 июля режима налога на профессиональный доход, то есть режима самозанятых. То есть, который позволяет налогоплательщикам осуществлять без каких-то фиксированных налоговых платежей свою предпринимательскую деятельность и уплачивать налог только, который зависит от финансово-хозяйственной деятельности. То есть, по принципу, получил доход – платишь, а не получил – занимаешься поиском клиентов, поиском своей выручки. То есть, это очень такая удобная система у нас в Дагестане, как уже показывает практика, уже более 12 тысяч у нас людей зарегистрировались как самозанятые. Это если считать наших дагестанцев, которые осуществляют деятельность как на территории… За какой период, простите? С 1 июля 2020 года этот режим введен в Дагестане. 12 тысяч. Да. Это как, которые осуществляют на территории республики деятельность, как и за ее пределами. Из них около 6 тысяч – это наши дагестанцы, осуществляющие деятельность именно в рамках нашей республики. Что касается мер поддержки, я хотел бы чуть добавить. На самом деле, у нас меры поддержки были беспрецедентные, хотя и сама угроза была такая очень… Экстраординарная. Да, экстраординарная. Ну и меры поддержки были исторические, я не побоюсь этого слова, потому что у нас и на федеральном уровне, и на региональном уровне очень много было сделано. В частности, если даже не говорить о том, что были продлены сроки уплаты налогов, сроки представления налоговых деклараций, был полный мораторий на налоговые проверки, выездные проверки, проверки валютного контроля с 2 апреля по 30 июня включительно. Кроме того, по кассовой дисциплине проверки не осуществлялись. Я прошу прощения, извините, что перебью. Во-первых, послабление, к сожалению, не случилось. То, что было заявлено, то, что декларировалось, в том числе и на региональном, разумеется, на федеральном уровне, фактически также с нас спрашивали по всем декларативным моментам и прочим. И получается, когда мы пытались даже свои вопросы решить, налоговая никого не понимает, потому что она живет в режиме закрытого рабочего графика. Послабления были, ни одна проверка за этот период не осуществлялась. Назовите конкретно послабление. Например, по усилену получается доход минус расход. Очень интересно, просто вы так активно говорите. У нас с республикой принято решение, что понижен налог на упрощенную систему налогового унижения 2 раза. То есть с 6 до 3 процентов, и с 10 до 6. То есть мы говорим по доходам, доходы минус расходы. Отлично, я знаю. Здорово же. А вы знаете, какая сумма налогового сэкономерного нашим дагестанским бизнесом в рамках этих мер поддержки? Окей, давайте сократим. Я ключевой момент хотел сказать, что фактически, по факту к выплате, когда подходим, мы все равно должны выдержать те самые 1,7 или 2,5 процента. Все равно требуют эту вилочку. То есть даже если тебе его снизили с 10 до 6, как вы сказали, но по факту за минусом расходов тебя все равно требуют те же самые от 1,7 до 2,5, что требовали раньше, без каких-либо льгот. То есть фактически не требуют. Что вы имеете от 1,7? Ну как, речь идет о налоговой нагрузке. Это один из показателей, по которым налогоплательщик попадает в зону видимости, так сказать, в зону интереса налоговых органов. Я понял, но фактически для него ничего не меняется. Нет, нет, нет. Он как должен был быть в журнале нагрузки, так и остается. Полностью меняется все. Хорошо. Дело в том, что, я поясню, если у вас такой вопрос возник, это зона внимания налоговых органов. То есть, если налогоплательщик допускает такую налоговую нагрузку, то он обращает на себя внимание. Но это если у него документально подтверждаются все расходы, а не соответствует законодательству, никаких для него санкций со стороны налоговых органов не будет. То есть это просто как бы сигнал, который мы обязаны соблюдать, мы обязаны эти моменты отрабатывать. Что касается мер поддержки, были снижены ставки по всем налогам, которые выплачиваются субъектами малого и среднего предпринимательства. Это все правильно. И вот эти ставки, по нашей оценке, снижение этих ставок, а именно по УСЭН почти в два раза, по ИСЭХЭН в два раза были снижены ставки, по единому налогу на обмененный доход в два раза были снижены ставки в 50 муниципалитетах нашей республики, по патентной системе налогооблагаемой базы в два раза была снижена. И в совокупности это дало более 766 миллионов рублей, которые остались в карманах налогоплательщиков, субъектов среднего и малого предпринимательства. Плюс к этому, по федеральным нормам, по 409 постановлению, второй квартал налогоплательщиков, которые осуществляли деятельность наиболее пострадавших отраслях, а их 50, есть постановление правительства, 50 отраслей, которые наиболее пострадали, а второй квартал начисленные налоги, они полностью обнулялись, если говорить простым языком. Это дало около 60 миллионов рублей экономии. Это очень существенное для бизнеса задел, очень существенное. И пониженные ставки, они продолжают у нас действовать в течение 2021 года. До конца 2021 года. До конца 2021 года. Тогда, если, Эльмир, позволишь, я твой же вопрос как бы дополню. По поводу самозанятых. Вот, ну, если я, может, что-то как бы спрашиваю и претензии предъявляю, это, наверное, скорее потому, что я что-то не знаю или не понимаю. Поймите меня правильно. По поводу самозанятых. Я столько всего про них слышал. Я думаю, многие здесь сидящие до конца для себя так и не поняли. А что это такое вообще? Это что, предприниматель, который не платит страховых взносов? Или что это конкретно? Чем конкретно он отличается от ЭПшки? Вот так вот. Как 2-2 по-русски. Самозанятый – это статус. В первую очередь, это юридический статус налогоплательщика, осуществляющего деятельность, приносящую доход. То есть систематическую деятельность. Какую именно деятельность? Чем он от ЭП отличается? Проще. Чем он от ЭП отличается? Прежде всего, тем, что можно осуществлять деятельность в рамках вот этого налогового режима, не регистрируясь как ЭП. А можно регистрируясь. То есть здесь во главу угла не стоит признак наличия статуса индивидуального предпринимателя. Страховый взнос он платит? Нет, он платит. С момента регистрации. Вы знаете, это очень хорошая форма налогообложения. Я радовала за это самозанятое, потому что предприниматель, который не знает, что с его бизнесом будет завтра, вообще непредсказуемость ситуации в бизнесе, это самая удобная форма налогообложения. Ты заработал, заплатил, не заработал, при своих остался. Погодите, что значит заработал? Это оборотные средства и доход? Ну да, вот смотрите, 4% если ты работаешь с физическими лицами. Вот оборотные средства, из всей суммы 4% ты платишь государственный налог. Туда входят все налоги. То есть тебе не нужно дифференцировать, не нужно тебе вести отчет, регулярно ходить каждый квартал. А вот 6% если ты работаешь с предпринимателями, с юридическими лицами. Это очень удобная форма налогообложения. Ты не остаешься в долгу перед пенсионным фондом, социальными отчислениями, если ты вообще не вел бизнес. Самое главное, я извиняюсь, я перебью, взаимодействие с налоговыми органами, оно осуществляется дистанционно. То есть вы можете прямо сейчас за 2 минуты зарегистрироваться и точно так же сняться с учета. На данный момент это панацея для обеления экономики. Но, конечно, желательно от государства поддержка для развития бизнеса. Развитие бизнеса для оборотных средств. Как помощь, а не как лизинг. Более 340 миллионов рублей получили наши дагестанские предприниматели в рамках поддержки налогоплательщиков. Пострадавших от коронавирусной инфекции за 2020 год именно по линии Федеральной налоговой службы. Чем отличается самозанятая от ИПФ? Как уже сказали, 4% с физлицами, 6% с юрлицами. Если у вас нет наемных работников, то есть вы работаете сами на себя, то вы можете зарегистрироваться самозанятым. Причем в приложении «Мой налог». Кроме этого, если ваш доход не превышает 2 миллиона 400 тысяч в год, кто может стать самозанятыми? Те, кто занимаются бизнесом, то есть своим трудом что-то производит. То есть не перепродает, а именно что производит и те, кто живет. Перепродажа туда не подходит. То есть, знаете, номер не входит. Самозанятые. Самозанятые. То есть, смотри, если мы занимаемся бизнесом без ИПФ, то получается нелегальный бизнес. Если мы регистрируемся самозанятыми, при этом занимаясь тем же бизнесом, то есть это фотографы, таксисты, репетиторы, кулинары, те, кто шьют. То есть тот, кто делает своими руками или же сам что-то. Те же самые артисты. Да, они могут быть ИП тоже, и Ошки. То для них как раз-таки выход самозанятости – это самое то, чтобы не открывать ИП и не платить дополнительные какие-то взносы. Эльмира, я сдаюсь, они меня убедили. Я бы хотела поговорить про все-таки онлайн-бизнес в период самоизоляции. У нас в гостях сооснователь инновационного акселератора, правильно я обозначила, Зайнаб Аббас. Расскажите как раз о вот этой категории, которая получила скачок, скажем так, торговля, онлайн-торговля. Как правильно заметила Зульгимар, это та сфера, которая показала наибольший скачок из всех отраслей, из всех направлений онлайн-торговли и оказания услуг. И вот если немножко говорить о цифрах, а как оно вообще в принципе в России, то на сегодняшний день рынок онлайн-торговли составляет 2,7 триллиона рублей, из которых 1 триллион и 727 миллионов – это продажи, которые осуществляются просто в онлайн-магазинах. Не из них, а кроме того, 725 миллионов – это составляет оборот 4 всего крупных маркетплейсов, которые торгуют универсальными товарами. И за 2020 год 131 миллион рублей составил оборот продуктов питания. И 130 миллионов рублей – это фарма, это лекарства. Есть еще там различные отрасляток, можно отрасли, можно привести примеры. Я сейчас пока не говорю про онлайн-услуги, это только электронная торговля, это только товары. И рынок продуктов, продовольственных товаров показал, наверное, такой рекордный рост в 250% за год. О чем говорят эти цифры? Цифры говорят о том, что деньги в онлайне есть, И если сужаться до рамки Дагестана, которые 700 миллиардов составляют товарооборот, плюс туда еще и услуги, и взять такой небольшой процент в 0,5%, то в онлайне в Дагестане на сегодняшний день 3,5 миллиарда. И вопрос в том, а кому платят эти деньги? И на сегодняшний день эти деньги платят не дагестанцам, эти деньги платят тем, кто научился продавать в онлайне еще вчера. В том числе нашим международным коллегам, нашим поставщикам, это международные онлайн-магазины. Амазон, Алиэкспресс. Амазон, Алиэкспресс. Я когда говорила о четырех крупных маркетплейсах, в том числе Валберис, Азон, Яндекс.Маркет и Алиэкспресс, который занимается только, исключая международную доставку, это 721 миллион. И если говорить о вообще процентном соотношении по России, то 9% от всего товара оборота составляет рынок онлайн-торговли. И 20% по непродовольственным товарам. Что пандемия, вы много говорили о том, о прошлом, о том, как было сложно, как было непросто, какие были трудности. И как в том числе сейчас не очень просто. Я бы с другого ракурса предложила посмотреть на то, о чему нас пандемия научила. И, на мой взгляд, она только форсировала те изменения в бизнесе, которые необходимо было производить еще вчера и готовиться к этому заранее. И то, как общение переходит в онлайн, по сути, это отношения, которые переходят в онлайн. Также и поведенческие модели, и привычки людей совершать покупку, они тоже плавно переезжают в онлайн. И если сегодня у тебя нет того канала, через который ты можешь поставлять свой продукт или свою услугу для своего потребителя, через привычный ему канал, то ты проигрываешь здесь своим конкурентам. Ну, Билл Гейтс, кажется, когда-то очень четко сказал, если твоего бизнеса нет в интернете, то у тебя нет бизнеса. Пандемия показала, что мы с этим столкнулись очень близко, и выжили как раз те, которые либо быстро смогли перестроиться, либо уже имели какую-то платформу. Зайна, все-таки вы больше описываете про то, что онлайном было по умолчанию изначально, еще до начала всей этой проблемы с пандемией. А нас интересует онлайн как некий инструмент оптимизации тех последствий, которые коснулись бизнеса, в связи с этими ограничениями. Онлайн как некая альтернатива заработку, которые заведения, в том числе общепита, получали в оффлайновом, привычном режиме. Вот, ну, скажем, допустим, вот Николай Аристан Пересмани, да? Вот вам хотя бы на аренду хватало то, что вы зарабатывали посредством доставки еды, когда вам нельзя было уже принимать посетителей? На заработные платы. Ну, про это я даже не спрашиваю. Добрый вечер. Я скажу о том, что все-таки нам пошли на уступки, и снизилась арендная плата довольно-таки ощутимо. Повезло вам с арендодателем? Да, нам, конечно, с нами поступило по-человечески. И, в принципе, да, мы когда работали во время пандемии, на доставку, то есть, да, это была основа, как бы, да, чтобы мы могли дать какую-то возможность хотя бы зарабатывать нашим персоналам. Значит, хватало и на аренду, и на зарплату? Да, конечно. Ну, какие вы везунчики. Отлично. Мурат, клуб маркетологов. Олег Мурат, представляю профессиональное сообщество маркетологов. С начала пандемии, честно говоря, в наше сообщество очень большое было обращение, потому что те, кто не получили поддержку или не знали даже, как выкручиваться, мы рекомендовали всем, на самом деле, давить на такое понятие, как экономика внимания. Простыми словами, покупатель покупает у того, к чему больше выделять свое внимание. То есть, даже если это был офлайн-магазин или же предприятие, мы рекомендовали не проседать, то есть оставлять какие-то рубрики, продвигать себя в Инстаграме, даже если вы не можете ощутить доставку или что-то продавать. И те, кто нас услышали после того, как открылись границы, появилась какая-то возможность продавать, выросли. Те проекты, к которым я прикасался, грубо говоря, выросли 23 раза, только после того, как буквально в июле появилась возможность продавать. Поэтому лично я участвовал в тех проектах, которые, как сказать, нашли новые возможности, роста и так далее. Да, были люди, которые, послушав, говорят, экономика внимания, что это такое, остав, уходили. Соответственно, потом они закрывались, а те компании, которые услышали, нашли возможность, занимали их тениш. Ну, какие-то все приятные новости. Тогда я только не знаю, у кого тогда проблемы, наверное. Есть, конечно, неприятная ситуация, то, что связано АКВЭДами. Ведь все предприниматели, почему какие-то АКВЭДы субсидировались, а какие-то нет, все ведь пострадали. Вы имеете в виду, какие виды деятельности? Да, да, да. Ателье все закрыты были, все от звонка до звонка не открывались, все производители, которые работали в сфере услуг, тоже закрыты были, но им субсидий не было. Субсидии выдавались субъектам малого предпринимательства, которые заявили основной АКВЭД, который вошел в этот перечень, 434-м постановлением. Ну, перечень кто составлял? То есть, если вы занимаетесь производством швейной продукции, а при этом у вас АКВЭД стоит деятельность, я не знаю, такси, и, соответственно, у вас... Дело в сути, что предприниматели какие-то получали, а какие-то не получали. Ну, вот вам сказать, что федералы предприниматели. Здесь по этому вопросу мы выходили с инициативой, полномочной по защите прав предпрезидента Российской Федерации, Борис Ильич Титов, чтобы весь бизнес, который просел на 30%, считался пострадавшим. Но, к сожалению, эта инициатива не была принята. И именно по основным видам деятельности, как правильно говорит наш коллега, которые были зарегистрированы предприниматели, но никто не мешал же предпринимателю, когда он регистрировал, зарегистрировать свой вид деятельности. Я знаю предпринимателя, который основной вид деятельности зарегистрировал продажа непродовольственных товаров, по-моему, которая не попадала под пострадавшие. А основной вид деятельности у него был гостиничный бизнес. То есть фактически у него гостиница, а магазин. И он не попал никуда, хотя у него... Чуть-чуть промахнулся. Промахнулся, да, но достаточно серьезно. Основной вид деятельности, легкое производство, отелье, тоже не попали. Почему? Я еще раз повторяю. Они попали, не попали. Плательщики, которые юридически, то есть по заявленным ими документам, не занимаются этим. Понимаете? Нет, они совпадают, как вы это. Нет, там основной вид не указали. 13 тысяч с лишним плательщиков по ним, которые попали в эти и получили субсидии. Здесь речь идет, знаете, о том, что в основном 90% бизнеса пострадало. Подход имеется в виду, я как понимаю, такой, что надо было не просто расширить все-таки перечень. Ну, это вопрос федерал. Да, понятно, федеральный вопрос, но здесь речь идет об этом. Здесь вот я хочу добавить, вот по пандемии, у нас премиум, вообще вся торговля премиальная погибла. Магазин, вот тоже сидит девушка, как раз рядом с вами, хозяйка магазина премиум, который вообще магазин на стадии банкротства, цветущий магазин до пандемии. Да, мы столкнулись с этой проблемой, потому как наши средства, мы их получали с продажи, грубо говоря. И когда столкнулись с тем, что практически были лишены всех средств, не было уже денежных отчислений фиксированных, дохода фиксированного. И какие-то уже остатки средств, которые у нас отложились, мы, грубо говоря, пользовались этими средствами. Жили, проедали фиксированных? Да, да, да. Слушайте, а Инстаграм, онлайн какой-то вариант? Ну, знаете, просто на тот момент не было у людей необходимости в приобретении онлайн-продаж. Извините, да. Была нужна домашняя одежда. Инструмент есть денег? Домашняя одежда нужна. Да, приобретение одежды, потому что некуда было выходить, какая ситуация была, мы все знаем с вами. Вот, и по поводу налоговых, как бы, да, отчислений, ну, и компенсаций, которые полагались, да, ну, я с торгового центра «Меркурий», как бы, да, там тоже не вся категория вошла в эту, ну, вот этот, да, список, да, перечень. Я как по упрощенной системе шла, а там были по ЕНВД. Кто ЕНВД, они не вошли в этот список, а я как какие-то средства получила. По поводу онлайна. Ну, хотелось бы, конечно. Премиум, бутики, одежда, вообще все, что касается предметов и роскоши, конечно, безусловно, очень сильно пострадали. Если даже брать рейтинг онлайн-продаж, они сильно просели. Но, тем не менее, даже вот один там из наших резидентов прошлого потока «Акселератор» – это ювелирная компания, которая занимается производством в Махачкале и торгует только через маркетплейс. Они поставщики на маркетплейсы. И если мы берем рамку очень узкую, Дагестан, Махачкала даже, и видим своего клиента только вот здесь, то это… То не особо получится, да? Ну, канал, во-первых, ну, дистанция очень, мало людей, на кого ты можешь свой товар, до кого ты можешь свой товар донести, где ты можешь найти своего клиента. Онлайн очень сильно раздвигает эти представления о том, где может быть твой клиент. Границы раздвигает, правильно? Границы раздвигает, рамки сознания, если хочешь, раздвигает, расширяет. И ювелирная компания, да, было общее снижение тенденции вообще к тому, чтобы покупать ювелирные украшения. Но при этом их продажи по отношению к прошлому году сократились всего на 30%. Они одни из крупных игроков в своей… ну, в рейтинге этого маркетплейса. И то же самое касается и премиальных товаров. Нерождение никто не отменял. И одежды, безусловно. При этом у людей не закончились разом деньги. Достаточно, вот в премиуме, та была категория, которая… Ваш клиент, который в премиуме, он не тот, который живет от зарплаты до зарплаты. И даже на момент наступления кризиса у него есть некая финансовая подушка, и остаются хотелки. Даже некуда, если выгуливать, ну, условно, там, пиджачок, который там под 100 тысяч стоит. Но если сегодня на него скидка, то там это повод задуматься о том, чтобы его купить. Через полгодика его купить. И вот поэтому за 2020 год в том числе рост маркетплейсов был очень серьезным, потому что они себя позиционируют как товары со скидкой. Уже назрел один из вопросов, но перед этим словом, как мы взяли. Я в продолжение темы хотел поднять другую. Да, дополнительно. Дело в том, что мало кто говорит о психологическом ступоре, который возник у предпринимателей. То есть даже когда начался локдаун, вот эти были рекомендации в нашем сообществе. Мы их рекомендовали, целую программу прописывали. А человек мог просто телефон не поднимать, ему сотрудники звонят, он просто не знает, что делать. Ну депрессия у него, да? Да, на ровном месте. Главное, никто про это не говорит, никто, в принципе, не помогает, потому что он считает, что предприниматель должен быть сильным, он как бы ведет за собой. Но вот с этой проблемой, допустим, мы тоже сталкивались. Когда была программа действий, как выбираться из ситуации, но предприниматель опустил руки и ничего не делал. Тут хотел девушка добавить, прошу прощения. Конечно, переход в онлайн-торговлю, онлайн-услуги, это все, конечно, хорошо. Но давайте мы посмотрим на то, что многие бизнес, допустим, и перешел в онлайн. А сколько свободных единиц? Сколько персонала у нас осталось без работы? Во-первых. Во-вторых, сколько предпринимателей не смогли, даже перейдя в онлайн-сферу, организовать в службу свою логистическую доставку, элементарное администрирование звонков? Но знаете, в чем еще большая проблема? В том, что те люди, которые остались без работы, они не захотели переучиваться. А это чья проблема? У нас образовательные цены, нам обращались более такие продвинутые предприниматели с просьбой разработать программы переподготовки, перепрофилирования персонала. Минтруд предлагал господдержку тем, кто будет направлять свои кадры на переподготовку бесплатно. То есть они говорили, пусть люди обучатся, мы вернем им деньги. То есть программа была еще не совсем готова, они ее разрабатывали, говорят, начните уже сейчас работать. Вот вы думаете, кто-то пришел переучиться? Вы думаете, наши люди готовы учиться? Они не хотят учиться. Они не хотят прикладывать усилия к тому, чтобы увеличить свой доход. Они не хотят тратить даже месяц на то, чтобы получить профессию. Знаете, тут я скорее все-таки согласен буду с нашим экспертом с дивана, так скажем. Зайна права. А чья проблема? Ладно, окей, когда тебя обнаружили, как говорится, как серого предпринимателя, и ты не можешь защититься от последствий пандемии и так далее. Но когда конкретно в данной ситуации у тебя есть возможность перепрофилироваться, получить новые какие-то скиллы, навыки и так далее, ты тормозишь и подвисаешь. Магамин, это проблема предпринимателя, потому что у нас в Дагестане такой кадровый год, у нас не хватает специалистов, у нас элементарно 6 месяцев. Я сказала, что специалист-эсэмэ-менеджер – это зло Дагестана, потому что мы 6 месяцев искали более-менее компетентного человека. Мало того, что у предпринимателя нет возможности подобрать себе компетентного человека, у нас вот есть компания «Андвайгиз», да, мы с ними разработали программу, где обучаются люди, и они возвращают деньги за обучение, кто успешно сдаст. Вы думаете, кто-то пришел? Не пришел. Кто страдает? Компания страдает. Кто страдает, что нет персонала? Нет персонала, страдает предприниматель. Кемеля, все вы практически так или иначе сказали про образование, онлайн-курсы и так далее. В четвертый четверг в прошлом году школьники полностью погрузили свои мониторы на ноутбуках или еще каким-то образом, да, и вот таким образом они получали образование. Кошмар всех мам. Да, кошмар всех мам, да. Абсолютно не были к этому готовы, естественно, ни учителя, ни детишки. Но если мы говорим об онлайн-образовании, а особенно об онлайн-бизнес-образовании, вот, я не знаю, Зайна Ап или Джамиль, кто из вас может дополнить? Я могу содержать. Дополнительный, дополнительный рывок, в том числе, как, допустим, оффлайн-бизнес перешел в онлайн-режим и открыл для себя какие-то новые возможности. А образовательные курсы, они что-то новое для себя открыли? Получилось так, что люди больше начали сейчас заниматься в онлайне, даже после того, как появилась возможность в онлайне этого делать? Ну, какие цифры по России? В два с половиной раза произошел рост за 2020 год, 60 миллиардов сейчас составляет оборот. Капитализация компании, самого крупного игрока в Рунете, Skyeng, это 130 миллионов долларов. То есть не были они готовы даже к такому росту. Серьезный цифр. Да, это сейчас подумать о том, что, ну, нет, мы в оффлайне посидим еще годик-другой, и посмотреть на Skyeng, у которого 130 миллионов долларов капитализация, это, в общем, заставляет задуматься. Совершенно. Я знаю неплохие кейсы в Дагестане. Это ребята, которые там сделали целый холдинг, в том числе и онлайн-школу. И надо сказать, что не только дагестанцы приходят к ним учиться. У меня тоже, там, двое школьников, которых я под большим... То есть для меня, например, когда случилась пандемия, стало большим вопросом, а нужно ли их вообще возвращать в общеобразовательную школу, когда для меня открывается доступ к лучшим учителям не только России. Ну, не, ну, как и любовь, социализация. Не про поспорить. Не про поспорить сейчас, но мысль у меня, как у родителя, возникает этот момент, что обучение я могу дать там, а социализацию я могу дать через сообщества, которые в Дагестане существуют, кружки по интересам, какие-то развивающие курсы. И вот в платную школу ходили у меня дети, и полкласса ушло, и из них, ну, там, одна четверть ушла онлайн домой, плюс кружки и какие-то развивающие секции. И это такая новая нормальность, в которой не существует привязки. Из онлайна не вернулись уже? Не вернулись из онлайна? Нет, они просто не вернулись из онлайна, не нашли хороших учителей. Ну, здесь четко надо делить, что рост пошел только у компаний, занимающихся языками. И никакого прочего образовательного процесса у этой компании нет. В этот период времени, во время пандемии, люди не знали себя, чем занять. И заняться дополнительно языком, это было... Это был плюс. Теперь вторая история... Цифра по-пракому говорят. Теперь вторая история – это дети, это школьники, в котором государство обеспечивает образовательный процесс, и родители готовы дать. А если мы уже говорим о состоявшемся человеке, который непосредственно хочет пройти переподготовку, повышение, или развиваться, то здесь онлайн-образование принесет просто нулевой результат. Извините, я клиент онлайн-образования, я не согласен. Во-первых, цифры говорят об ином, дополнительное образование для взрослых и детей также показало рост не в 2,5 раза, но в 1,5 раза, только за этот год. И насчет эффективности, сейчас совершенно технологии позволяют таким образом проводить онлайн-обучение, что ты его не отличишь от живого процесса. Это и VR-технологии, и присутствие. А давайте мы еще посмотрим на наш менталитет. Очень спорно. И я вам скажу, что мы в образовательном центре дополнительного профессионального образования даже по бизнес-направлению попытались обучать бухгалтеров дистанционно, специалистов кадровой работы, но, извините, это настолько сложный материал, что мы на третий день от этого отказались, потому что люди сами сказали, мы так не понимаем, мы подождем, пока мы выйдем с пандемии, и после пандемии мы не успевали освобождать аудиторию. И у нас группы набирались с такой скоростью, что они просто, они реально, люди соскучились по знаниям. С одной стороны, да. Но дистанционно они сказали, мы не понимаем. То есть даже такие замотивированные, но не справились? Да, это было сложно. Меня режиссер там кушает просто за кулисами, да-да-да, это последнее. Я буквально две недели назад был на республиканском проекте бизнес-проектов, и там были участвовали школьники из ПБУ, и абсолютно никто не умеет выступать. И я когда поднял эту проблему среди обучающих, ну, преподавателей, я говорю, а почему ваши дети не умеют? Они говорят, все перешли онлайн, абсолютно не умеют выступать перед доской, разговаривать. Перед аудиторией. Перед аудиторией, да. Это для развития большой ступор, для развития большой минус. Просто для сведения. Вот человек вообще социальное существо. Да. Не сказать, что он должен быть онлайне, согласно большей взаимодействии, очень во многом, но сказать, что все это образование, особенно дети, которые завтра должны выйти на улицу, общаться с людьми, быть в режиме онлайн, я заслуженный учитель, я категорически против, понимаю все факторы. Онлайн, да, это большой плюс, дети должны знать, должны заниматься, но оффлайн, это должно быть ключевым воспитанием подрастающего поколения. Сложно с этим способы, друзья. Друзья, год назад на меня тоже смотрели как на сумасшедшего, когда я объяснял, даже еще раньше, когда я объяснял, ребят, то, что происходит в Италии, то, что происходит в других странах Европы, то, что уже, в принципе, звоночек поступил в Москве, это до нас дойдет. Обратите внимание на эту ситуацию с большей ответственностью. Серьезнее отнеситесь. Это не игрушки. Ну, естественно, вот так вот пальцем вертели у виска, а потом, ну, мы знаем, сколько потом новых мест появилось на кладбище. Я не созлорадствую, естественно, я просто к чему сейчас это подвожу. В Италии опять ужесточение по локдауну. Там без маски выйдешь после 10 вечера, да просто после 10 вечера выйдешь на улицу, 400 штраф евро. В нем без маски выйдешь штраф. Да, совершенно верно. Спасибо, что поправили, да. В Германии также все позакрыто. Улицы пустые, все по домам сидят, в онлайне работают. Все ругают бабулю Меркель, но это их как бы проблемы. Но люди не глупые. Они для чего-то спрятались от этой третьей волны. В Штатах, да, гуляют на лужайке, вот только что мы как бы говорили, да, с ними связывались. У них все хорошо, зашибись. Я не знаю, каким образом. Может, они все уже там привитые. Просто я к чему? Я боюсь. Я как обычный человек боюсь, что вот завтра, когда у нас все это аукнется, мы опять будем принимать такие жуткие меры, как эти перекрытия города. Когда уже бессмысленно мертвому припарку, извините, поздно боржом бить, когда почки отказали. Когда эти непонятные меры, где-то они оправданы. Вы знаете, вот вы говорите, перекрытие города. Я сам против этих мер был. Но МВД статистика показала, что пост, который стоял между Махачкалой и Каспийском, ограничивало движение с Махачкалой и Каспийском 6 тысяч машин. Пост сняли, 60 стало. Вопрос же другого. Сдерживание это было. Вопрос другого. Когда этот пост поставили? Уже все болели. Подождите, мы с вами говорим о том, что я еще раз говорю, я категорически против этих постов. Они наделали много. Но результат, что МВД выстроило посты, было так, что тот человек, который просто покататься хотел, он знает, что там посты. Он говорит, да ну его я не поеду. Я еще раз повторяю, я с вами согласен. Вопрос лишь в том, когда меры частично были неадекватные ситуации, а частично они были запоздалые и тоже уже становились неадекватными. Поэтому я сейчас обеспокоен именно как человек, который год назад тоже думал, что он паранойик, что ему кажется. Сейчас я от своих друзей из Европы получаю, из океана получаю самые разные противоречивые, как бы, да, весточки. Я не понимаю, что будет у нас завтра, когда действительно, ну это вот прям третья волна для нас материализуется в какие-то результаты. И опять государство будет предпринимать какие-то странные меры, опять мы будем на те же грабли наступать. Вот мой призыв, как бы, подумать над этим, если можно, да, в завершении. Мы же просто немножечко понимаем, с чем мы имеем дело. Надеюсь. Все-таки ситуация была неодинамная. Мы понимаем, понимают люди, которые... Нужно было делать все аккуратненько. А решение какой проблемы, по-вашему? А я не знаю, но я хочу от вас какое-то резюме услышать. Вот каждый из вас какой-то один ключевой момент как бы мог подчеркнуть. Вот давайте не повторять вот именно этой ошибки, которую мы допустили именно с точки зрения регулирования и предотвращения последствий пандемии. Если позвольте, да? Да, а я бы спросила, готов ли наш бизнес сейчас вот к третьей волне. А вот бизнес, я думаю, что сейчас, после того, что было в прошлом году, ну, наверное, готов ко всему. Настолько предприниматели... И вот буквально два слова по поводу оффлайн, онлайн. Мы все хотим оффлайн, как сейчас, но будущее за онлайном – это 100%. Это будет все. Мы продукты питания будем заказывать, потому что сегодня Москва показывает, то, что вот онлайн пошли продажи продуктов питания, они качественнее, дешевле, чем человек приходит... Тот же Сбермаркет. Да, Сбермаркет. Я вас уверяю, самое важное – нужно ценить своих родных и близких. Это самое простое, но самое важное. Чем бережнее мы будем относиться к своим коллегам по работе в семье, соответственно, все будет у нас хорошо. Надеюсь, желаю всем здоровья. Я хочу попросить всех. Вот сейчас тоже я знаю очень много больных, особенно молодых людей, которые не одевают маски, ходят, потому что они думают, что для них это не чревато. Ходят и заражают по разным причинам других. Я вот и хочу всех попросить, не только предпринимателей, всех-всех, чтобы они на самом деле очень бережно отнеслись. И первая такая великая богобоязненность, когда ты думаешь о другом. Бизнес представлен во всех сферах. Практически нет семьи, где кто бы не работал в бизнесе. Но исходя из этого, что будет страдать не только бизнес, мы будем страдать все, как вы говорили, новые места. Не дай Аллах. Просто вот все, что я хочу сказать. Не дай Бог. Не дай Бог. Скажу о том, что не нужно ждать, пока гром грянет. Рисклент достаточно прагматично по-бизнесовому садится и просчитывает риски. И такой риск есть, его нельзя исключать. И наличие готовых решений сейчас на случай того, что если завтра снова наступит третья волна, и мы окажемся вот в таких условиях, а что мы будем делать? И абсолютно практично подходить к этому вопросу. Сегодня уже делать шаги в сторону онлайн, я еще раз повторюсь. То есть это неизбежность, это будущее, которое уже наступило, но оно неравномерно распределено во времени. Я считаю, вот есть такая лаконичная формула, такая делай, что должно делать. И будь что будет. И будь что будет, да. Надо каждому квалифицированно на своем месте выполнять свои обязанности, заботиться о близких. Я думаю, любой риск мы нивелируем преодоление. Я позволю себе за вас дополнить ваше резюме. Обеляйтесь, дорогие предприниматели, и тогда шансы на то, чтобы воспользоваться... Это тоже. ...воспользоваться государственной поддержкой у вас увеличится в разы. Это факт, который доказан временем. Говорят, у беды нет победителей, однако мы поняли, что онлайн-бизнес получил серьезное развитие, а классический все-таки возвращается на свои прежние рельсы. Жизнь. Да, да. Хочется верить, что третья волна пандемии все-таки будет к нам, ко всем и к бизнесу не так жестоко. Или как какая-то жуткая комета пролетит мимо. Меланхолия, да? Дорогие друзья, это был «Общественный интерес» на канале РГВК. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова